В больших городах общественным транспортом пользуются миллионы людей и каждый третий покупает вот такие можно сказать одноразовые билеты, после чего весь этот мусор просто тоннами уезжает на свалку. А давайте посмотрим чем этот проездной документ еще может быть полезен. Сегодня я попробую сделать что-то вроде нагревательного элемента, который может послужить например теплым полом. Также использую этот контур в качестве приемника для беспроводной зарядки, ну и напоследок в качестве развлечения. Попытаюсь сделать аудиодинамик. Запарился строить пирамидку трясущимися таруками. А помните я вам обещал год назад, что дам этим билетам вторую жизнь. Считаю что это тоже какая-никакая переработка, ну в нано процентах. Нет, залечивать как я раньше без этого жил не буду. Я просто хочу вам дать пищу для ума. Привет, привет, здравствуй мой друг, давно не виделись, да? Кстати вот эти банковские карты, ну и другие с радиометкой можно запитать точно так же как и эти единые билеты. Ну ладно давайте тянуть не будем, начнем. Для начала надо изъять контуры из бумажного плена под названием единый билет. К счастью это делается очень легко. Нужно просто залить билетики горячей водой и оставить минут на 10. После чего бумага от радиочастотных антенн сама начнет отслаиваться. Нужно лишь немножко помочь. Наверно можно в какой-нибудь растворе просто было растворить. Что там целлюлоза убивает? Сам чип ну очень сложно рассмотреть. Так что воспользуюсь китайским дешманским микроскопом. Эх когда-нибудь я все-таки приобрету оптический бинокулярный микроскоп. Но это пока только в мечтах. Вот так чудо! В этого китайца можно рассмотреть даже сам чип. Скорее всего это подложка из кремния и на ней собраны полупроводники. Но тут нужен другой тип микроскопа. Вся эта история конечно очень мелкая. Очканавты, ботальники, водолазы. Как я только не звал своих одноклассников. Ну а теперь сам стал плохо видеть и сам стал ботаном. Ну да ладно сейчас к этой штуке попробую подпаяться если получится конечно. Для начала я удалю чип вот таким варварским способом. Ну а как не выпаивать же его? Микроскоп показывает что контакты разъединены. Сама пленка покрыта каким-то клеящимся составом. Так что придется воспользоваться спиртяжкой для удаления. Попробую воспользоваться вот таким флюсом. В инструкции написано что он подходит для алюминия. И конечно же поменяю жало паяльника на более тонкое. Визуально как бы контакты лудятся. Но это только на первый взгляд. К сожалению такая подложка плавится. В общем я еще где-то полчаса промышлился. Но это нереально. Потому что подложка плавится. Я не знаю дороги по моему сделали напылением. А не цельный алюминий. Попробую еще вот такой расплав. Розе называется. Сплав очень интересный. И по моему плавится он уже при 60 градусах. Но к сожалению моя паяльная станция дает минимум 200 градусов. Так что придется подумать ну как же закрепить контакты. Ребятки предлагали методом точечной сварки. Но это к сожалению тоже не прокатило. В голову мне пришла идея воспользоваться прижимными контактами из жестких дисков. Насколько я знаю у этих контактов позолоченное напыление. Это сделано для того чтобы не было никаких окислов. Наверное у тебя возникли мысли. Вот где можно добыть золотишко. А что попробуй если найдешь миллион дисков. Может у тебя получится пару грамм. В общем из этих контактов я хочу сделать что-то вроде клипсы. Скажем так воспользоваться методом зажима. Ух и как сложно паять все эти микроскопические детальки. Пора наверное уже заводить микроскоп для ремонта. Ну в общем контакт получается отличный. Если все правильно делать. Еще бы капельку токопроводящего клея капнуть. Было бы вообще замечательно. Все таки надо искать какую-то технологию сварки или подпайки к этим контактам. Но припаивают же господа из микрон как-то камень. Может ультразвуком? Первая партия испытательных ячеек готова. Ну что давайте попробуем их в качестве грелки. Это наверное основной эксперимент который я хотел сделать. Напряжение от 2,5 до 3 вольт. Потребление тока 0,6-0,8 ампера. Нагрев модуля от 80 до 90 градусов. Думаю что это небольшое потребление. Соединив эти никому не нужные контуры, Вы с легкостью сможете сделать например теплый пол. Только тут стоит озадачиться. Если соединение будет последовательным, то значит и напряжение надо подавать больше. А это грозит поражением электрическим током вашего тельца. Думаю что запитывать все таки стоит параллельно. Ну а теперь давай разгоню этот контур. Посмотрим какой у него предел. Подниму до 8 вольт и немножко ускорю видео. Ничего себе! Думаю такой температурой можно что-нибудь подпалить. То что я требую вас доказать. Эти карточки работают как нагревательный прибор. Представляете сколько мыслей можно реализовать. Например теплый пол из 100 карточек. Подогрев зеркал для автомобиля. Сделать коврик своему любимому питомцу. Или запитать с помощью вот этих электронных сигарет. Подогрев одежды и обуви зимой. Как думаешь где еще можно их применить в качестве подогрева? Давай-ка пиши букву под видео. Ну а я попробую побаловаться зарядным. Для начала попробую напрячь светодиод. Чтобы посмотреть, а вообще хоть что-то работает в таком исполнении. Базу возьму, купленную в фикс прайс. По-моему рублей за 80. Да, перекачка энергии переливается. Но почему-то импульсно. Может быть здесь нужна нагрузка? Попробую зацепить легкий электромотор. Диодный мост я паять не буду. Здесь и двух диодов хватит. С небольшим кондером для стабилизации. Ну как видим к сожалению та же сказка. Попробую обмануть базу и положить гнилое яблоко. Ведь у десятки по моему существует беспроводная зарядка. Так я и думал. Базе нужен какой-то ответ от потребителя энергии. Видать как они общаются посредством протоколов или протоколов. Так просто не хочу сдаваться. А давайте попробую запустить беспроводную передачу энергию. С помощью вот этой индукционной варочной панели. Сделанной из жестких дисков. Из моих прошлых видео. Как я собирал эту индукционную плитку. Оставлю ссылочку сверху. Да и вообще вы сможете посмотреть на моем канале кучу другого видео. Ведь большинство из вас недавно подписанных наверняка не видели кучу моего прошлого видео. Что-то отвлекся. Ну как видите работает этот контур. Так что попробую что-нибудь зарядить. Например аккумулятор уже из убитых электронных сигарет. Это литий-полимерный накопитель. И заливать его энергией желательно через контроллер заряда или БМС. Как то называет. Эх блин коротнул немного. Вот так кстати и можно загореться. Здесь диодный мост я тоже ставить не буду. Двух диодов шотки с кондером. Да вполне хватит. Напряжение с контура около 4,5 вольт. К сожалению на своем тестере я спалил амперметр. Так что не могу показать какая сила тока прокачивается. Зарядка аккумулятора осуществилась спустя 40 минут. Не знаю насколько быстро заряжают серийные станции. Например фонарик, повербанк или вот такую отвертку. Которую тоже запитал аккумуляторами из убитых электронных сигарет. Можно было бы конечно поразвлекаться с бесконтактной зарядкой. Чтобы шнуры и блоки питания не валялись. Как ты думаешь? Давайте покажу что мой мозг еще выдает по применению этих контуров. Нет это наверное не пригодится. Это так развлекуха. Здесь мне понадобится генератор и вот такой очень низкий усилитель. Не помню, но по моему он 2-3 ватта. К сожалению помощнее не нашлось. Но думаю этого хватит. И вот такая дичь получается. Это на первый взгляд какое-то фуфло. А на самом деле гибкий электромагнит способен изменять частоту колебания. Например такой частоты электромагнита с сердечником ты по любому не добьешься. Давайте включать фантазию. Например мембранный насос. Да и вообще вибрация с такой частотой. Чем-то похоже на крылья насекомых. А у тебя возникли какие-нибудь идеи по этому поводу? Ну а напоследок попробую собрать аудиодинамик из подручных средств. Диффузородержателем у меня послужит бокс от видеокассет формата БТК. Материал мягкий и поддатливый. Хотя корпус динамика должен быть очень жесткий. Ну а сам диффузор или диффузор будет вырезан из поляризационного фильтра от ЖК телевизора. Специальный картон предназначенный для этого я не нашел. Так называемый верхний подвес, который дает диффузору двигаться. Я попробую создать из простых резинок. Ну вот ход какой-никакой есть, осталось наклеить катушку. Магнитная часть у меня будет двигаться, чтобы найти наиболее интересную точку G для звучания. На 20 герцах я думаю диффузор отлично совершает работу, прям как настоящий. Интересно что он покажет на более высоких частотах? Попробую запустить музыку на этом не до динамики. Зацеплю стандартный 3,5 миллиметровый джек. Жаль что не стерео и на испытание этой пищалки. Я вырастил грибы. Они растут и радуют меня. Я вырастил грибы. Они растут и остальное. Все фигня. Звук конечно не для мяса. Сам то как что думаешь? Наверно как докторенок матершини. Очередная какая *** от этих *** самодельщиков. Что это? 325 полуляхов из 250 за 50. 1000 рублей. Да конечно никто вам не залечивает, что тут от 20 до 20 тысяч герц. Я еще раз повторяюсь, это просто пища для ума. А вдруг еще какие-нибудь идеи возникнут? Недавно я тут занялся сбором радиоэлектронного хлама. Давайте покажу кусочек. Подиграю нашим европейским партнерам, которые думают, что в связи с санкциями у нас не стало чипов и мы всем стадом радиолюбителей пошли крушить электронику. На этот момент у меня была задача добыть инфракрасные светодиоды. Хотел собрать солнечную батарею, но посмотрев ютубчик передумал так как много уже собирали данного барахла. Но в голову мне пришла совершенно другая идея. Наш космос активно светится инфракрасным излучением. То есть солнечная батарея уже не будет солнечной. Как же ее можно будет назвать? Наверно космической. То есть теория батарея должна работать и ночью, лишь бы инфракрасное излучение было в диапазоне принимаемых инфракрасных фото транзисторов. В аппаратуре они стоят на оптических концевиках так называемых. Вот он один из них черного цвета. Как ты считаешь стоит проводить эксперимент с набором инфракрасных транзисторов? Я всегда тебе говорю, если у тебя есть какие-то дурацкие и дебильные идеи, которые вообще никто никогда не возьмет и не поймет, пиши мне в инстаграм. По подпискам, комментариям и просмотрам я пойму, а стоит ли дальше снимать такой технический контент. Что-то в наше время он не заходит. Огромное спасибо вот этим ребятам, которые помогают мне денежкой на мои будущие самоделки. Без них конечно никуда. Но я с тобой не прощаюсь. Главное не болей и храни тебя Господь. До встречи. Хочешь смотреть новое видео? Обязательно подпишись и жамкни там кучу колокольчиков, чтобы оповещение обязательно приходило. Да и поделись ссылкой на мой канал или конкретное видео. Ведь от количества просмотров и подписчиков зависит на сколько часто мне нужно снимать и стоит ли вообще это делать. Важительная видео